Своё общение с журналистами начальник управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике Рашид Салпагаров начал с подведения итогов минувшего года. В 2018 году сотрудники Росгвардии принимали участие в обеспечении усиленных мер безопасности на выборах президента страны, на матчах Чемпионата мира по футболу, в период празднования Дня Победы, Нового года и других национальных праздников. Как особо отметил Рашид Салпагаров, несмотря на опасную и сложную работу, потерь среди личного состава нет, и это самое главное. За всё время нет ни одной боевой потери, нет ни одного возбужденного уголовного дела. То есть, ну, как бы сказать, округ в прошлом году, в этом году оценил нашу работу на хорошо. Журналистов интересовало, как проходит набор и сложно ли устроиться в Росгвардию. По словам Рашида Салпагарова, желающих поступить на службу много, однако условия приёма очень серьёзные. Важна не только отменная физическая подготовка, но и устойчивая психика. Помимо этого, кандидат не должен ранее привлекаться к уголовной и административной ответственности. Последний набор, который мы осуществляли в наше подразделение, там случайно человека практически ни одного нет. Вот сейчас у нас в ОМОН, мы ОМОН же, как бы, почти 70 человек набрали. Ну, все там спортсмены, там по специальным требованиям они все прошли. Мы сейчас, то есть, если будет одна вакансия, условно говоря, там в течение двух-трёх месяцев, то есть на это место там 7-8 человек, ну, можно отбирать. Случайных людей мы не берём. На нынешний год у управления задачи те же – обеспечение государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Говоря про численность сотрудников, начальник управления, не называя цифр, отметил, что их вполне хватает для выполнения всех поставленных задач. Эрнест Чуков, Станислав Сушков, Архиз, 24.